Ребята, всем привет из зимней Братиславы! Вот уже почти неделя, как я ничего не снимал. По ряду причин. Первое, это довольно много работы было по моей основной работе. И работать с мотоциклом получалось, ну так, урывками по часу, по 40 минут в день. Такой не очень удобный формат для съемки. И вторая причина, это то, что последние несколько дней я работал с проводкой, с проводкой Днепра. А это такой процесс, который довольно трудно как-то уместить в какой-то короткий ролик. Потому что это вот так вот сидишь над этой схемой, так, этот проводочек куда, ага, сюда, потом вот этот проводочек сюда. И никакого экшена, никакого интереса. Ну, сейчас работы по прокладыванию проводки, собственно, уже завершены. Все работает и на мотоцикле, и на коляске. Для этого пришлось снять обратно бак с мотоцикла. Ну, впрочем, это было не сильно сложно, бензина в нем было совсем чуть-чуть. И сейчас, судя по всему, пришло время для таких, знаете, завершающих мелких работ по подготовке окончательного мотоцикла к его первому выезду. Например, ну, не знаю, изолировать, намотать вот эти вот шнуры на патрубках выхлопных. Ну, в принципе, на всей выхлопной системе, на всех ее переходах. То есть уплотнить, поменять сальник в редукторе. Потому что приехал мне уже сальник новый, а старый, ну, он вроде как бы и живой был, но такой доверие не вызывающий. Я имею в виду те сальники, которые на хвостовике. Их там два, но менять я буду только один внешний. Вот. И вот такие вот мелочи, они тоже, ну, подлежат выполнению, тоже займут время и никуда от этого не деться. Но это уже хотя бы что-то, что можно вам показать, чем я могу, собственно, поделиться. Так что сейчас такой небольшой осмотр мотоцикла. Намечаем план, что нужно сделать и, собственно, вперед. Ну и да, самое же главное забыл сказать. Как вы видите, здесь сейчас стоит обычное контактное зажигание кулачковое. И провода так временно прокинуты не там, где они должны быть прокинуты. Чуть-чуть позже я объясню, почему я установил это зажигание. Но давайте пока все осмотрим. Значит, нужно уплотнить вот здесь, намотать асбестовый шнур. Вот здесь, где патрубок входит в сам глушитель. Соединение вот этого вот желудка с самим корпусом глушителя. Вот здесь, наверное, тяжелее всего будет как-то подлезть. Несмотря на то, что, естественно, я это частично буду демонтировать. Но там все равно будет очень нелегко. Где еще? Еще нужно будет, само собой, уплотнить вот тут и вот тут. Как вы видите, здесь патрубок снят. Почему? Сейчас объясню. Дело в том, что, как вы помните, когда я подрезал неправильно высоту цилиндров, мне потом пришлось компенсировать недостающую высоту вот этим вот большим количеством прокладок, назовем это так. И если с этой стороны все прекрасно, то есть мотор уже работал и работал долго, и везде все сухо, как видите, вот тут чистый картер, ничего не течет, то вот с этой стороны потекло. И причем даже, можно сказать, не потекло, а как-то странно вел себя мотор. То есть давило везде, по всему периметру. Как будто, ну не знаю, как будто голова была не прижата. Как будто я забыл где-то в каком-то из соединений нанести герметик. В общем, сочилось вот так вот прям везде. И пришлось снимать все, чистить, мазать заново герметиком, естественно, предварительно обезжирив и удалив старый герметик, чтобы, ну, обеспечить хотя бы, как бы это сказать, меньшая протекаемость масла. Потому что, ну, раздражает, честно говоря, когда мотоцикл еще не ездил, а масло уже сочится. Я бы подумал, что, в принципе, такой способ не годится, что много прокладок и по-любому где-то будет продавливать. Но с этой стороны все прекрасно, все отлично работает, все сухо. Так что не знаю. Ну, посмотрим. Честно говоря, после установки вот этой новой пачки прокладок я его еще не заводил, потому что занимался проводкой, как вы видите, уже вот сейчас все работает, за исключением нескольких проблем с контрольками, а не чуть позже. Но что у нас? Габариты. Вот, габариты горят. Сзади тоже. Вот, если нажимаю стоп, он тоже загорается. Поворотники вот нормально мигают. Ну, ту сторону я не включаю по понятным причинам, но работает. Бибикалка. Бибикает. Что от нее еще надо? Что не работает? Не работает лампочка контрольная дальнего света. Панально потому, что сама лампочка перегорела. И новую я пока не заморачивался поисками. И не работает нейтраль. Ну, то есть не сама нейтраль, естественно, а вот эта лампочка. Лампочка здесь целая, но проблема именно в коробке. То есть вот этот концевичок, который на ней стоит, он не выдает контакта на массу, на корпус мотоцикла при включении нейтральной передачи. Поэтому, ну, честно говоря, так вот сходу я не знаю, что делать, кроме как разбирать коробку. А разбирать коробку сейчас очень не хочется. Поэтому пока я с этим смирился, ну, как бы не горит нейтраль, да и не горит. Ничего страшного. А вот по зажиганию было прям интересно. Как вы помните, у меня здесь стояло зажигание Совик. И оно прекрасно работало. Прям вот отлично. Все было с ним супер. Но только в случае, если уже генератор начинает выдавать ток, ну, начинает выдавать зарядку. Или если подключена зарядная. То есть при неподключенном зарядном на холостом ходу это зажигание работало прям вот плохо. Да, мотоцикл заводился, заводился хорошо там с первой же подачи. Но набирать обороты пытается мотор. Он то кашляет, то чихает. Как-то нестабильно это все происходит. И я не понимал в чем дело. Подключаешь зарядное, все работает. Подключаешь генератор. Когда мотор там как-то раскошляется, расчихается. Как только загорелась лампочка на реле, вот на этом вот электронном, что идет зарядка. Великолепно работает мотоцикл. Ну, судя по всему, это неисправность в самом зажигании. Что-то там со стабилизатором напряжения встроенным или стабилизатором. Только я не очень дружу с радиоэлектроникой. Моей квалификации недостаточно, чтобы его починить. Поэтому смирился, поставил кулачковое. Работает все как часики. Но тут тоже, правда, есть нюансы. Работает оно как часики. Но так было не сразу. Сначала, когда я его установил, на оборотах холостого хода, ну на низких очень оборотах, постоянно были искры. Вот на этих вот пробойниках. То есть сюда уходила искра, а не на свечу. Чуть больше оборотов даешь, все прекрасно. Но на холостых стреляли вот здесь искорки. Что я сделал? Уменьшил зазор на свечах до 0,6 мм. Как бы, да, для совика это совсем мало. Но для контактного зажигания это нормально. Сейчас все работает хорошо. Заводиться прямо сейчас я не буду, потому что уже довольно поздно, чтобы соседей не будить. Но в этом видео мы мотор обязательно позаводим. Как бы для вас-то пройдет немного времени, а мне нужно ночь переждать, чтобы не греметь тут по вечерам. В общем, план на вот эти вот доводки, на какие-то последние приготовления перед выездом, включает в себя также провести провода через природой предназначенное им место, чтобы уже можно было надеть крышку на зажигание и на какое-то время про него забыть. Ну а начнем мы наши подготовительные работы, собственно, с установки назад бака топливного. Так, как-то тут так аккуратненько. Вот так вот. Мало того, что его нужно установить, нужно же еще убедиться, что проводка нигде не мешает. Так. Отлично. Бак встал. Остается его только закрепить. Ну и потом вот так вот пошатать руль. И посмотреть, как вот здесь вот изгибается жгут проводов. Ну, вроде как достаточно свободы у него есть. Так что можно закреплять. Так, теперь, пожалуй, установлю я провода туда, куда они должны быть установлены. А именно, через вот эти вот отверстия я их пропущу, чтобы ничто не мешало нам закрыть крышку. Закрыть зажигание, защитить его. Итак, отлично. Зажигание установлено. Все провода пропущены. Можно было бы даже сейчас крышкой закрыть, но пока не буду этого делать, потому что еще хочу мотоцикл завести, проверить, мало ли что. Где-то что-то вдруг понадобится подрегулировать. Пусть крышка будет открыта, а мы тем временем перейдем к глушителям. Точнее, к патрубкам. Будем их уплотнять асбестовой ниткой. Ну и вот все элементы выхлопной системы, кроме желудка, сняты. Я так немножечко здесь вот почистил эти части, которые являются соединениями. И что? И теперь, наверное, стоит начать с самого такого труднодоступного места, до которого будет дотянуться потом сложнее, чем сейчас. Это вот с этого соединения, где желудок входит в наш глушитель. Получается, что нужно сначала надеть вот эту вот гайку, потом намотать асбестовую нить, уплотняющую место соединения. После этого прикрутить глушитель к желудку, а уже потом вставлять в желудок и в сам глушитель вот эти вот наши патрубки. Ну и что нам понадобится? Собственно, сам асбестовый шнур и обязательно какая-нибудь консистентная смазочка. Вот это вот то, что у меня, но в вашем случае может быть что-то другое. Тут есть нюанс. Нужно в правильную сторону наматывать вот этот самый шнур, чтобы когда мы потом закручивали гайку, она не задирала конец шнура и комкала его в какой-то отдельный такой сгусток, который не будет ничего плотнять, а будет просто препятствовать закручиванию. А нужно его мотать так, чтобы эта гайка его как бы заглаживала, то есть чтобы, ну вот, конец, условно, если он будет в глубине, то чтобы он лежал вот таким образом. Вот, то есть мы закручиваем и оно, этот шнур заглаживает. Заглаживает не вот так, чтобы конец шнура был и оно его вот-вот задирало. Видите, как происходит? А именно вот так, чтобы мы крутили и шнурок заглаживался. В общем, сейчас намазываю шнур консистентной смазкой. Возможно, еще чуть-чуть промажу вот эту вот саму часть патрубок этот и будем соединять. Отмотал я такой длинный шнур, чтобы примерно в два витка получилось обмотать вот этот патрубок. Ну, понятное дело, что он там чуть-чуть растянется, чуть-чуть где-то деформируется, так что я это сделал с небольшим запасом. И сейчас нужно вот эту вот всю смазку как-то равномерно на этот шнур нанести. Ну и поехали. Сначала уложим как-нибудь, а потом отверточкой туда немножко уже уплотним, чтобы шнур лег поглубже. Так, заложили. Теперь отверточку возьмем и вот туда его, значит, поглубже. Постараясь не деформировать. То есть, чтобы он вот в таком же положении и оставался. Так, хорошо. Теперь берем глушитель, устанавливаем его на мотоцикл примерно в то положение, в котором он должен быть. И аккуратненько соединяем его с желудком. Потом закручиваем эту самую гайку и уплотняем соединение желудка с глушителем. Так, поехали. Теперь задача в том, чтобы вот этот патрубок в желудок установить, но не задвинуть слишком сильно, чтобы не деформировать шнур. Но в то же время и задвинуть его достаточно, чтобы он там более-менее как-то держался. Так, отлично, отлично. Теперь придерживая, нужно поймать такое положение, при котором гайка будет крутиться легко, то есть попадет на резьбу. А это не сказать, чтобы так вот просто, потому что резьбы, в общем-то, и не видно. Вот как-то установил камеру, чтобы более-менее вам было видно. И сам также с этой стороны, вот здесь вот снизу пристроюсь, чтобы видеть соосность гайки и оси, на которой резьба нанесена на желудке. Как-то это вот выглядит примерно вот так. Ага, все, пошло. Зажимать пока до упора не буду, просто чуть-чуть подожму, не более того, пока вот так двумя пальцами крутится. А окончательно буду уже зажимать, когда вся выхлопная система будет в сборе. Ну, чтобы пока оставить такое, большие подвижности в этом соединении. Ну, и теперь, что касается вот этого соединения, патрубок с головой цилиндра. По идее, теоретически, что хватило бы уплотнить только вот этот стык. Здесь буквально один-два виточка, потом мы задвигаем глушитель. У нас какая-то часть шнура, большая его часть, выпучивается наружу. И мы его запечатываем гайкой, то есть прижимаем, вот так вот его обжимаем. Но я, на всякий случай, еще два виточка добавлю с этой стороны, чтобы гайкой еще и с этой стороны поджать. Таким образом у нас получится вот здесь вот, и вот здесь вот асбест. Все это будет опрессовано гайкой, и я надеюсь, что такое соединение будет более герметично. Ну, и перед тем, как мы на наш патрубок будем наматывать асбест, очень-очень желательно его пропустить через передний кронштейн, потому что потом это сделать, ну, невозможно будет. Ну, как невозможно? Возможно, но шнур при этом очень сильно пострадает. Так что сначала пропускаем через кронштейн, я вот его вот так выдвинул чуть больше, чтобы удобнее было, и только после этого наматываем. И сейчас будем пробовать патрубок туда поглубже вогнать, и гаечку, значит, наживить. Ага, ага, ну что ты там, идешь, не идешь? Пошла! Ага, отлично. Поджимаем. Снизу у нас, снизу уже более или менее тоже поджато, но еще можно добавить. Потом я, конечно, еще ключом здесь подтяну. Ну, специального ключа у меня нет, поэтому я это газовым ключом подтяну, как бы от безысходности. Но получается, что вот этот патрубок мы уже с двух сторон все уплотнили. Теперь только затянуть гайки осталось. Так, ну и вот наш выхлоп полностью готов. Все соединения уплотнены, все гайки затянуты. Как бы, вроде как с ним больше ничего делать и не нужно. Дальше по плану. Сейчас я установлю, пожалуй, что сидение. Пусть будет просто для красоты. И после этого, пожалуй, что займемся редуктором. Нужно заменить сальник, который вот тут вот установлен. Ну и вот, собственно, новый сальничек. Одевается он сюда прям плотненько. Так. Вот, отлично. Отлично. Для сравнения, вот смотрите, как старый сальник сюда одевается. Здесь в верхнем болтается, в нижнем, ну как бы не болтается, но чувствую, что особой плотности здесь в соединении нет. Поэтому верхний сальник удаляем, нижний сальник выдвигаем на место верхнего, а на место нижнего ставим сальничек новый. Это картековский сальник. Хороший, судя по всему, качественный размер его. Вот тут уже не указано. Даже я не помню, сейчас скажу, наверное, скажу. Да, 33 на 49 на 8. В общем, его и будем ставить ближе к той части редуктора, где плещется масло. То есть, как бы сальник, который сверху, где зазор будет слабенький, он будет играть роль, ну, такого своеобразного пыльника. Скажем, чтобы туда жуки не попадали и какие-то особо крупные камни. Ну и вот, вся наша главная передача собрана. Карданный сам вал установлен. Шарнир стоит. Муфта резиновая тоже стоит. Корпус редуктора закреплен. И казалось бы, что можно бы сейчас тросик сцепления как-то уже приделывать и ручку ставить. Но, честно говоря, очень хочется мотоцикл завести. После замены цилиндра, после вот этих всех манипуляций с проводкой. Ну вот, как-то не знаю. Почему-то есть такое желание немножко порычать. Так что сейчас залью бензин в бак и попробуем завести двигатель. Так, ну поехали. Краник я открыл где-то с минуты назад. Бензин уже должен был натечь. Давайте немножко прокачаем. Отлично. Теперь надо не забыть включить, собственно, зажигание не только ключами, но еще и вот этим соединителем. Так. Ну что, пробуем. Продолжение следует... Ну и вот мотор прогрелся. Работают уже более-менее низкие обороты. Все ровно, четко, стабильно. Единственное, что очень раздражает вот этот дым, это выгорает солидол, которым я смазывал асбестовый шнур. Да, ну тут как бы ничего не поделаешь. Надо подождать, пока он полностью выгорит. Пока я вот открыл ворота все и мотор стоит, колотится. Жду, пока все выгорит. Обороты берет приятно, да? Клапаночки немножко опять подстукивают, но это нормально. На первых часах работы двигателя клапана постоянно нужно будет регулировать. Ну, в целом, я доволен. Работает очень приятно. Ну что ж, вышли мы уже практически на финишную прямую. До первого выезда мотоцикла осталась-то буквально какая-то мелочь. Тросик сцепления установить и тросик переднего тормоза, потому что задний работает, но переднего-то еще нет. Так что, думаю, на сегодня уже будем заканчивать. И очень надеюсь, что в следующий раз, чтобы снять очередную серию, я уже достану из-за кромов кронштейн камеры для шлема и сам шлем. Но это будет видно, будущее покажет. А на сегодня уже, собственно, и прощаюсь с вами. Все, ребят, всем удачи, счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok